Дмитрий Николаевич, это Ваше первое интервью на Красноярском телевидении. Конечно, хотелось бы познакомиться с Вами поближе. Я знаю, что Вы в отрасли связи работаете уже 16 лет. С красноярскими компаниями как-то приходилось Вам сталкиваться? Прямо нет. Но косвенно, безусловно, я имел отношение к Красноярскому краю, когда работал в компании Ростелеком в должности заместителя директора макрорегионального макрорегиона Сибирь по мобильной связи. И в должности, когда я работал в компании Сибирь Телеком, правом приемником которой стал Ростелеком в позиции коммерческого директора. Безусловно, именно тогда и в тот период я познакомился с Красноярским краем, а с теми компаниями, фиксированными мобильными, которые на нем присутствовали тогда и присутствуют сейчас. Какова сейчас ситуация на рынке сотовой связи в России и Красноярском крае в частности? Я бы отметил, что за последний год проникновение сотовой связи увеличилось. Оно и было и до этого достаточно большим на уровне 146%, если мы внимательно смотрим на 2011 год. В 2012 году проникновение по всей России это 154%, но и порядка 135% наверное это по Красноярску. Это значит то, что у каждого из нас есть 2-3 сим-карты. Да, совершенно верно. 2-3 сим-карты и совершенно разный набор гаджетов или тех устройств, которыми пользуются сегодня наши абоненты. Но если сейчас проникновение сотовой связи составляет больше 100%, то в этом случае есть какая-то возможность говорить о том, чтобы приобрести операторам новых абонентов? Или какая-то другая тенденция сейчас есть? Какие-то другие приоритеты в развитии? Безусловно, каждый оператор планирует и действует, разрабатывает ряд мероприятий для того, чтобы нарастить свою абонентскую базу. Но надо отметить, что рынок становится более разумным и спокойным. То есть операторы больше внимания уделяют построению качественных сетей, больше уделяют внимание сервису, который на сегодняшний день весьма разнообразен. И появляется в нем ряд дополнительных услуг, которых раньше не было с помощью той же самой цифровизации. И я бы отметил так, что компания Ениси Телеком в этом смысле не остается в стороне. И мы совершенно точно будем предлагать рынку в 2013 году ряд новых услуг и новых технологий. Новый аспект появился – отмена мобильного рабства уже в третьем чтении Госдума принял. Понятно, что пока президент не подписал и трудно говорить о том, что закон принят. Но тем не менее уже большой шаг в этом направлении сделано. Как вы относитесь к отмене мобильного рабства и как это может повлиять на рынок? Компания Ростелеком считает, что этот опыт будет достаточно позитивным. В преддверии выхода достаточно большого количества регионов на уровне стартапа Ростелеком позиционирует себя как оператор связи, четвертый оператор связи мобильной. Поэтому в этом смысле для нас это хорошо. С точки зрения эксперта скажу так, это непростая ситуация, с которой столкнутся акционеры, операторов. Это раз, потому что это дополнительные инвестиции и это дополнительное бремя для компаний. С самими компаниями это тоже будет достаточно сложная и кропотливая работа по построению дополнительных сетей. И вот это новое взаимоувязывание всех сетей, а это уже будет теперь большая четверка, это, конечно, большая работа для операторов. Кто получит абонент? Я думаю, что на первом этапе, безусловно, столь серьезная модернизация и реконструкция всех сетей не будет работать достаточно качественно. Но вы знаете, что в течение года, наверное, это все устаканится. Поэтому абонент однозначно получит дополнительную возможность выбора и сможет произвести у себя в голове вот ту важную оценку, которую каждый раз он должен производить. Это оценка цены и качества. Удовлетворяет ли его этот оператор за эти деньги? Вы уже сказали о четвертом мобильном операторе. В сентябре этого года компания Ростелеком объединила все свои мобильные активы под единым брендом. И в том числе компания ИТК перешла под федеральную марку Ростелеком. Какие цели здесь преследовались? Я говорю и о компании, и в том числе об абонентах. Ну, надо отметить, что такое объединение, безусловно, в любом случае бы произошло. Речь о том, было ли оно уместно и сделано ли оно в полном объеме. Да, на сегодня можно сказать, что оно было уместно и сделано, безусловно, в большом объеме, но пока не в полном. Что я имею в виду? Но уместно, потому что при таком объединении происходит техническая конвергенция. Та техническая конвергенция, которая выполнена нами в преддверии объединения под этим брендом, позволила нашим абонентам уже сегодня получить более дешевые и недорогие тарифы, семейство которых было представлено в 2012 году. Там было три, на мой взгляд, относительно неплохих тарифа. Это первое, что, наверное, почувствовали наши абоненты и смогут почувствовать это еще в ближайшем будущем. Второе, оно рождается, в ближайшее время родится ряд дополнительных сервисных услуг, как-то привязанных к личному кабинету, к интернет-браузеру. Третье, это то, что обслуживание наших абонентов становится также универсальным. В любой точке монобрендовой сети Кростелекома можно будет получить обслуживание как мобильной, так и фиксированной сети, неважно, за каким сервисом пришел клиент и в какую монобрендовую разницу. То есть уже объединение произошло полностью? Я бы сказал, что объединение случилось на уровне 80%, если мы говорим в целом о бренде. Я думаю, что на сегодняшний период мы идем в графике тех изменений, которые мы себе сами наметили по достижению того, что сейчас есть. Но, во-первых, хочу сказать, что наши абоненты все меньше задают вопросов о правой преемственности торговой марки ЭТК и новой торговой марки Ростелекома. Это раз. Но и второе, наверное, все больше Ростелеком в умах наших абонентов позиционируется не только как транснациональная компания, но и как компания, которая оказывает весь перечень всех услуг, будь то фиксирована или мобильная. Сейчас конкуренция среди сотовых операторов идет в основном в серии передачи данных, проще говоря, мобильного интернета. Какова ситуация на этом рынке в Красноярском крае? Я бы сказал, что Красноярский край не является очевидным лидером, но и не находится очевидным аутсайдером. Я бы отметил так, что если сравнивать два достаточно крупных региона в Западной Сибири, Новосибирск и Красноярск, и спросить, на одном ли они уровне находятся, то я бы сегодня смело сказал просто да. Эти два региона находятся сегодня на одном уровне. Но и в целом не отстают от всей России. Мобильный сегмент Ростелекома тоже заявлял о скором запуске 3G. Когда это произойдет? Действительно, наша компания работает на создание сетью 3G. Работает уже на протяжении шести месяцев. Но мы не стремимся запустить сеть 3G любой ценой, а хотим сделать ее сразу же на качественном уровне. Задержка во времени от первоначального обещания запустить сеть в конце года вызвана необходимостью полностью заменить все оборудование сетей второго поколения, которое было построено до настоящего момента. Так вот, для того, чтобы наши сети работали хорошо и услуга предоставлялась клиенту должного качества, мы приняли для себя непростое решение. И на сегодняшний день я скажу так, что происходят беспрецедентные работы. До 70 одновременно работающих бригад запускают у нас, меняют оборудование 2G-сети на всей географической лицензионной территории. Енисей Телекома, с одной стороны, и с другой стороны мы строим сеть 3G. Дата запуска сети 3G я, наверное, пока не буду называть, но могу смело сказать, что это будет в первом квартале 2013 года. То есть вы еще и 2G меняете? Да, мы полностью меняем все сетевые элементы, все, включая базовые станции, коммутаторы, транспортную сеть. Поэтому это гигантская работа. Но вообще есть смысл развивать сети 3G, когда у вас уже появляется 4G? Конечно. Конечно, это интересно. Почему? Я думаю, что у этих сетей большая временная жизнь и очень большой период еще технических возможностей. Та идеология, которая заложена сегодня в сети 3G, позволяет с помощью приобретения дополнительных возможностей, программных возможностей у вендора, а нашим вендором является компания Ericsson, позволяет сети 3G развивать свои скорости до 80 Мбит в секунду. Но скажу так, что на сегодняшний день технически совершенно спокойно достижима скорость 42 Мбит в секунду. А модемы, которые сегодня есть на рынке, позволяют развивать скорость на клиентском окончании до 21 Мбит в секунду. И, в общем-то, мы считаем, что эта технология будет интенсивно развиваться. И в 2013 году на рынке появятся модемы, которые позволят передавать информацию со скоростью 42 Мбит в секунду. На ваш взгляд, сколько эта технология проживет? Сколько у нее лет жизни есть? Я отвечу совершенно точно, что любая технология современного уровня имеет срок своей жизни, начиная от 12 до 7 лет. Я считаю, что технология 3G, которая сегодня приходит и в нашу сеть, будет актуальна для наших абонентов на протяжении десятилетия. И вы будете ее развивать? И мы будем ее развивать. Сегодня итоги года на рынке сотовой связи мы попросили подвести генерального директора ЗАО ЕТК Дмитрия Ленина.